Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала, любимые девочки! Я вас всех приветствую, мои хорошие! Ну что, сейчас будет онлайн-расклад, и тема будет называться «Что он думает об ваших с ним отношениях на данный момент? Какие у него мысли, какие планы, как он настроен? Чем он вообще, в принципе, занят? Следит ли, наблюдает ли за вами? Что думает?» В общем, вопросов очень много. Давайте будем смотреть, как всегда, одна позиция, общий расклад, поэтому наливайте чай, кофе, мои хорошие, садитесь поудобнее, загадывайте своего любимого мужчину, подумайте о нем, представьте его хорошо. Давайте посмотрим. На данный момент ваш мужчина, его характеристика, да, какой он? Какой он, его характеристика, кто этот человек сейчас на данный момент, кем он является, кто этот человек? Давайте посмотрим, кто вы, кем вы являетесь, что у вас в жизни. Этому человеку на роду написано, жить честно, жить правильно или праведно, неважно. Почитать близких отца и мать свою, не изменять. Вот знаете, десять заповедей Бога, знаете, да? Вот кого, кого, а его прям четко это касается. Он не должен здесь вот эти десять заповедей Бога, да, ими пренебрегать. Нельзя. Если он будет что-то делать не так, его сверху всегда будут бить, понимаете, его всегда будут бить, хочет он этого или нет. Потому что здесь такая родословная у человека. Так, жили всегда предки сильные, праведные, правильные, мудрые. Всегда, как сказать, с кого-с кого, а с них, с его рода, всегда очень много требовалось. Поэтому, возможно, и батюшки там жили, и монахи, невозможно, жили. Люди, которые помогали. Вот знаете, как раньше помещики были, да, помещики, которые крестьянам помогали и так далее. То есть, какая-то у него очень интересная родословная. Возможно, человек родился на святой земле. На святом месте. И кто вот как не он должен это понимать прекрасно. И жить по законам Божьим. А вы думаете, он так живет? Нет. Вот именно этот человек так по закону Божьему-то и не живет. Поэтому все, что он сверху получает, он получает прям по заслугам. У этого человека должны быть в доме иконы. И они должны быть на открытом месте. Иконы рабочие, иконы, которые остались от его предков. Его дом – это его храм. Его дом – это то место, где светит высшая сила. Где летают ангелы. Если он это место загрязняет, если это место грязное, он тоже сверху получает очень хорошо. На данный момент здесь мужчина думает, как спасти ему это место. Как удержать ему это место. Он очень сильно волнуется за своих предков. За своих, даже не то что предков, но я бы сказала за своих родителей. Может быть, там прадедушка, та же прабабушка, бабушка, мама, папа. То есть, вот он боится, да, за то место, в котором он находится. Потому что там, возможно, еще рядом кладбище есть. Кладбище с его родовой, да, как бы в ветви. Вот они все лежат здесь, да. Знаете, да, когда на кладбище приходишь, есть родовые могилы. Прямо вот так все стоят дружно. Вот у кого-то так стоит. Вот он как-то за них тоже прям переживает. Так с ними ничего не будет же, понимаете. У него на данный момент разбито сердце. Я не знаю почему, по какой причине. Хотя у нас у всех уже разбито сердце давно. И у этого человека так же. Много он думает, как ему быть. Как ему, как бы, жить. Как ему действовать. Хочет мира. Хочет, чтобы все разрешилось с пользой. Все разрешилось по справедливости, хорошо. Может быть, церковь ходит. Может быть, молится. Может быть, обращается к высшим силам. Этому человеку голубей надо кормить. Вот ему сто процентов нужно кормить голубей. Тогда высшая сила будет немножко хотя бы его гладить по головке. Даже тогда, когда он что-то неправильно делает. Хоть немножко они как-то будут сглаживать. Потому что ему надо кормить голубей. Что у вас? А вы не знаете, вам ехать, не ехать. Двигаться, не двигаться. Выходить сегодня, не выходить. Многие сегодня из вас тоже думают. Мне нужно вот в магазин. Мне сегодня идти сейчас в магазин или нет? Многие думают, а мне куда поехать? Вот сюда или вот сюда? Где подешевле сегодня можно будет купить что-то? Многие из вас думают, а мне в какую сторону бежать? Вот сюда, в эту сторону бежать? Или в эту? У многих сейчас из вас, как целая проблема, это дорога. Дорога и транспортное средство. Как будто вы не знаете, что будет дальше. И как вам двигаться вперед. На каком транспортном средстве. Получится ли вообще, в принципе. Когда уже все нормализуется? Когда уже будет хотя бы вот это вот, да? Баланс. Инь и янь. Черное и белое. Когда уже добро победит зло, наверное, я не знаю. Как-то так. Давайте посмотрим ваши с ним отношения. Как вы видите эти отношения? Я всегда начинаю с мужчины. Давайте начну теперь с вас. Как вы видите эти отношения с ним? Какие они для вас? Солнце. Ну, яркие. Вы видите его ярким. Эгоистичным. И эти отношения, они практически такие же. Прекрасно понимаете, что нужно найти баланс между вами. Чтобы всем двоим было вам хорошо. Один, как будто, знаете, одеяло тянет на свою сторону. А он как видит эти отношения? Как он видит эти отношения? Башни. Ну, то, что как бы уже пришло к кризису. Все. Отношения практически разрушены. Отношения практически разрушены. Может быть, он считает, что недостаточно интересовался вами, недостаточно проявлялся. А может быть, наоборот. Слишком рьянно пытался вас удержать. Или о себе давал знать. О себе говорил. И это привело к кризису. Может быть, он считает, что надо было к вам приехать, с вами поговорить, что он не сделал. Потому что вы достаточно где-то упрямая и терпеливая. Возможно, вы его долго ждали. Когда же все-таки он к вам приедет? Когда же все-таки он сделает какой-то шаг? После того, как вы поругались, поссорились, не общаетесь. Возможно, он должен был сделать шаг. Вы его ждали. Но не получилось. По какой причине? Потому что мужчина очень такой скверный. Скверный. Характер сильный. Тяжело управляемый. Никого не слушает. И разбивает сердце этим. Что никого слушать не хочет. Считает, что он во всем прав. И когда он обижает, не осознает этого. Он считает, что вы сможете ему все простить и снова его принять. Каждый раз, когда он уходит, он потом где-то у вас просит прощения. Или же, например, просит шанса. Шанса на возобновление отношений. И каждый раз, когда вы даете ему шанс, начинается опять по-новому. Вы опять ссоритесь, выясняете отношения, спорите и конфликтуете. В отношениях нам нужна была работа. Про какая-то проработка. Этого не было. Это нужно было сделать. Что-то проработать, проговорить. Притираться. Притирки нету. Никакой притирки нету. Есть только сильное желание доказать. Да. Есть только сильное желание доказать, что я лучший, я лучше знаю, я на коне. Он, в первую очередь, хотел вам доказать, чтобы вы с ним не спорили. Ну, потому что он мужчина. Он хотел от вас только любви. То, что вы так стойко держались и прятали свои истинные чувства за терпением каким-то, за какой-то мудростью, осмысленностью, да, в происходящем. Какой-то стойкости вашей железной такой, не выдавающей эмоции. А он хотел именно эмоций. Он именно хотел почувствовать, как вы его любите. Как он для вас дорог. Насколько дорог. Как вы его цените как мужчину. Отношения тяжелые. Отношения, скорее всего, кармические. Отношения, которые годами практически не складываются. Отношения практически годами. В каком-то непонятном, возможно, зависшем состоянии. Судьба, карма. Кармические партнеры по судьбе. Которые никак не могут встретиться, да, никак не могут, никак не могут урегулировать свои отношения. Как будто так далеко от друг друга и тянетесь друг к другу. Вы же чувствуете, что вы с этим человеком практически родственной души. Но что-то вам мешает быть вместе. Что-то вам мешает быть вместе. А на самом деле, что вам мешает быть вместе. Давайте посмотрим. Что помешает быть вместе. Здесь много причин. Здесь причина может быть семья, родители, жена, любовница. То, что мужчина любит гулять. Причем ему нельзя гулять. Я уже говорила в начале, что этого человека очень сильная мужская родословная линия. Да, мужская. И там мужчины не гуляли. Там мужчины имели семью и много детей. Как будто были хозяйственными такими, знаете, сильными, волевыми мужчинами. Их просто так никакая юбка не уведет. Что не скажешь про вашего героя? Здесь мужчина любитель. Любитель женщин. Почему? Почему такая линия пошла искривленная? В него. По какой причине пошла искривленная линия в него? Еще. 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 Ага. Еще. Это потому что пренебрежение. Пренебрежение к высшим силам. Пренебрежение к старшим. Поэтому вот он и пошел в кривь у нас. Неправильно ветвь идет. Человек закрытый. Не слушает. Ни Господа Бога не слышит. Ни ангела-хранителя не слышит. Вот живет как-то, знаете, у него... Для него единственный его закон писанный. Понимаете? Причем писанный им самим. Он никому не подчиняется. У него на все свое мнение. Немножко, понимаете, от своей линии, от своей родословной отошел. Слушать надо голос своих предков, голос своих дедов. Не слушает нифига, он не слушает. Он делает то, что считает нужным. Все эти пороги. Выпить, покурить, погулять. Для него это просто вот как мана небесная. А то, что ему взрослые говорят, то, что ему родители говорят, плевать он на все это хотел. Просто плевать он на все это хотел. Что говорят люди постарше? Ни отцов, ни дедов не слушает. Считает, что он самый умный. А это неправильно. Он не может знать больше, чем о его отец или дед. Понимаете? Но не может в априори. А вся мудрость, она приходит с годами. Что будет с вами теперь дальше? И с вами, и с ним. Что будет с вами дальше, и с вами, и с ним. Ну, что будет? Ничего не будет. Точно так же, как и сейчас. Потому что здесь вопрос поездки должен разрешиться. А здесь проблема с дорогой. Вы свободны. Он там тоже в своем, в своем огороде, так скажем, копается. Разобраться не может. Истины не видит. Он считает, что истина, это он. У вас еще много вопросов неразрешенных. Вам поговорить бы надо. Сесть и просто поговорить. Обо всем. Много есть, что друг другу сказать. Недосказано сильное. А чувствуем, почувствуем, что у него сейчас к вам. Почувствуем. На данный момент. Что у него почувствуем к вам. Ну, все в подвешенном состоянии. Ну, вот. Отчаяние. Никакой реакции. Ничего не происходит. Ничто, как будто уже вас не волнует. Никаких от вас полунамеков, полутонов. Да. Вы его не хотите, потому что он жестокий и холодный. Вы его принимать не хотите. Никаким. Ни его приезды, ни его свиданий, ни разговоры. Он тоже, знаете, разочарованный. Чувство, как будто, знаете, как с кишем молоко. Пить невозможно. Но из этой сыворотки что-то можно приготовить. Правильно? На печеное пойдет. Вот то же самое. Вот такая любовь. Но вот пить невозможно. Возможно, он считает, что вы его как-то воспитываете. Кнутом и пряником. Воспитываете его. Ну, может быть, он так хочет это видеть. Больше всего, конечно, его раздражает, что он не может вас расшевелить на эмоции. А вы считаете, а что должно выдавать впустую свои эмоции? Ну, выдавала раньше, признавалась, разговаривала, говорила, много всего. Ну, а толку? Надо ко всему спокойно уже просто относиться. Ко всему происходящему. А вот он думает, что, может быть, вы как-то хитрите таким образом. Потому что вы какая-то такая женщина, которая к вам просто так не подъехать. Она вот как будто таким образом обозначает, что я лучшая из всех тех женщин, которые у тебя были. Поэтому, изволь за мной бегать, изволь меня добиваться. Ну, в принципе, это правильно. Мужчина должен добиваться женщину. А что его страшит? Что его тут останавливает? Что ему тут вообще непонятно? Так. А, что его, ну, потому что он не может добиваться, как мужчина. Он может добиваться, как мальчик. Может добиваться, как мальчик. Вот эти какие-то, знаете, поступательные телодвижения, так скажем, да? Какие-то поступки детские. Может быть, он считает, о чем мне ее добиваться? Она уже моя жена, а у нас с ней ребенок. Это тоже как из вариантов. А вы, в принципе, от него что хотите? Давайте посмотрим. Ну да, вы от него ждете императорского поступка, мужского действия. А он ведет себя, как мальчик. Как мальчик. Почему он ведет себя, как мальчик? Почему никак? Он не вырастет или он расти не хочет? Ну, он закрытый, потому что. Чтобы быть мужчиной, нужно открыться. Открыться этому миру и ничего не бояться. Да, мир такой суровый. Да, мир такой сложный. Выживает сильнейший. Это все знают, особенно мужчины. Тот мужчина из той категории, который всего боится. Боится сложностей. Боится стабильности какой-то. Боится брать ответственность за свои слова. Поэтому у него максимальные комплексы, комплексы. Я не знаю, они тянущиеся, может быть, с детства тоже. Возможно, какой-то тут, знаете, такой закомплексованный человек, которому сложно жить. Ему так хочется, чтобы его принимали таким маленьким. А жизнь и вы заставляете его быть взрослым и сильным императором. Чего он такой боязливый-то, а? Чего он такой боязливый? Ну, потому что тут комплексы. Этого маленького мальчика, может быть, с детства обзывали рыжим. Может быть, ему говорили, что никто и зовут его никак. Может быть, над ним смеялись в детстве там мальчишки. Потом в подростковом возрасте девочки. Ну, то есть, тут какой-то такой незрелый. Может быть, дома папа с мамой настолько сильные, часто облажали его, что мальчик тогда них и остался мальчиком. Понимаете? Он сколько бы лет не был, он для них ребенок. Вот так ему это и нравится, что мама кормит, папа за ним заботится. И вот мальчик никак не вырастет у нас. Ну, и неважно, сколько ему лет. Ну, он такой избалованный. Тоже может быть, как вариант. Интеллект низкий. У Пажа Мичей не может быть сильный высокий интеллект. В априори не может быть. Здесь мужчина с низким интеллектом. С кучей каких-то детских недостатков. Да. Чтоб строить отношения с женщиной, к этому надо быть готовым. Он или не хочет быть готовым, или ему уже это как бы даже неинтересно. Может быть, он уже был в отношениях, ничего не получилось. И больше он как-то не парится и считает, что а зачем мне вообще это надо? Есть же женщины, которые один раз уже были когда-то замужем. Второй раз туда не лезут. Правильно? Они так для профилактики, для пробы один раз сходили. Поняли, что там ничего хорошего и больше туда не лезут. Но есть же такие. Правильно? А есть женщины, которые один раз мало, второй раз мало. Вот Алла Борисовна, 5 лет. Ой, 5 лет, господи. 5 браков, 5 браков. Но вот есть такие женщины, которые мочу. Зачем ей просто с кем-то встречаться? Она сразу официально регистрирует брак, чтобы все знали, что она в законном браке. Но разные же типы есть. Вот здесь мужчина тоже что-то из этой, может быть, категории. А есть женщины, которые вообще замуж не хотят. Даже ни разу вообще. Они считают, что замуж для меня. Не-не, зачем мне это надо? Я вообще даже и пробовать не хочу. Такие тоже есть. А он боится же вас потерять или нет? А ну-ка. Ну, с таким отношением он же может потерять вас. Ну, вы знаете, он уже, да, уже сто раз даже думал, что потеряет, потеряет, потеряет. Но вы как-то его держите на холоде. Вы как-то ему, вы как-то говорите, ему не подходи. Но он боится. Где-то, да, страх такой есть. Но он с другой стороны думает, да, что я ее, может быть, я уже и так ее потерял. А что мне там терять? Как-то, вы знаете. Да, он уже просто не знает, как вас завоевать, потому что то, что он вам предлагает, вам не интересно. Ну, вы на это уже не ведете. Этот детский сад вам не интересен. То, что он может тут, как ребенок, предложить вам. Да, ну, вот эти детские взаимоотношения с вами, вот эти вот встречи какие-то, разговоры, перепалки. Зачем эти перепалки нужны? Вы же не хотите этих перепалок. Вы от него, в принципе, ждете какого-то мужского поступка, потому что он мужчина. А он ведет себя вот в действиях, как ребенок. Ссоры, конфликты, перепалки, выяснение отношений, постоянно вас как будто пытается унизить, пытается вас дергать, говорит, чего нету, может ревновать вас. То есть тут поведение мальчика, юноши, не мужчины, понимаете? Мужчины себя так не ведут. Мужчина это такая уже личность зрелая, которая знает себя в первую очередь и знает, чего он хочет. Я не вижу тут зрелой личности, которая знает, чего он хочет. Он сам не знает, чего он хочет. Ему просто по жизни скучно жить. Может быть, через вас он себя пытается понять. Помните, я вначале говорила, что ему нужна обязательно праведная жизнь. Праведная жизнь, это я не говорю о том, что он должен быть монахинем. Здесь мужчина должен жить честно. В первую очередь, самому себе. Почитать отца и мать. Помните, 10 заповедей? Ну вот, опять я возвращаюсь туда. К этим 10 заповедям. Он должен просто вот прицепиться. Запомнить или выучить. Или написать себе в список там. Что, первая заповедь, вторая в Библии, все написано. 10 заповедей. Вот для него это прям четко касается. Не будет он их придерживаться. Значит, сверху будет по башке получать. Да. И пока он себя... Пока он себя не поменяет. У него всегда будут в личной жизни проблемы. Ну, по крайней мере, да, вот то, что я и говорю. Видите? Психологические, личные проблемы. В личной жизни. Он никогда не устроит свою личную жизнь ни с кем. Его могут любить и обожать. А он будет страдать от того, что он будет не чувствовать этой любви. Он даже может терроризировать свою половинку. Говорить о том, что она мало его любит. И половинка вот его женщины будет не понимать, что такое. Я же тебя люблю. Вот как только можно я тебя люблю. Тебя об этом говорят. Тебя как об стенку горох. Почему ты не видишь и не слышишь? Да. Потому что будет некий барьер. Некий барьер. Этот барьер у него в голове, который он там, как бы его уже сложил этот барьер. Как лего. И бедная тут женщина. И бедная тут несчастная женщина. Которая понять не может, что же все-таки, да? Что от нее хотят. Она уже любит. И все делает, как любящая. А ему будет все равно не хватать. Он будет все равно говорить, ты меня не любишь. Потому что будет стоять некий блок. Да? Да? Хорошо. Давайте посмотрим вам совет. Ну, давайте я скажу так. Вы можете встретить другого мужчину. Но в самое ближайшее время есть все шансы. Вы прямо это тоже можете сами чувствовать. Потому что вы себя чувствуете сейчас свободной. Свободной, готовой к новым отношениям. Потому что ваше сердце хочет любви. И я могу сказать, что весна, лето. Это то время, когда вы можете познакомиться с новым человеком. Готовьтесь. Это весна, лето. Так что вот такой был расклад. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А самое главное, не забывайте, что вы та достойная женщина, которая должна быть счастливой. И пусть у вас на самом деле все будет хорошо. Пусть у вас личная жизнь наладится. Я вас всех люблю. Целую и обнимаю. И до скорых.